РАМБЛЕР ФИНАНСЫ Об этом, как сообщает Data, заявил экономист Михаил Делягин. По его мнению, срыв мира в глобальную депрессию в результате необратимых, разрушительных процессов в экономике приближается ежемесячно. Сначала кризис приведет к массовому закрытию частных компаний малого и среднего бизнеса, а после этого к огромным проблемам в банковском секторе. В наиболее острой фазе кризиса банки станут массово закрываться. В какой-то момент в России может остаться лишь около 20 крупных институциональных банков. Делягин отметил, что их названия известны и удивился тому, что кто-то до сих пор хранит деньги не там. Он посоветовал гражданам, сбережения которых превышают размер гарантированной страховой суммы на случай закрытия банка, поместить деньги в крупные кредитные организации, вложить в стабильные валюты, например, в швейцарский франк, или обналичить. В октябре, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что в России уже начался социально-экономический кризис. А о его глубине наглядно свидетельствуют результаты исследования центра «Рамир», согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25%. Он выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию. Также экономист заявил, что безработным выделяются ничтожно малые средства, а государственные резервы России к настоящему моменту исчерпаны более чем на 90%. Продолжение следует...